Продолжение следует... Хэллоу всем, а я пью свой любимый кофе. Самый вкусный. Как связь? Что-то у меня какие-то проблемы со связью. Кофе? Нет. Я-то встала в два сегодня. У меня ещё, считай, завтрак только прошёл. Хэллоу всем. А я пью свой любимый кофе. Самый вкусный. Ку-ку! Привет! Как настроение? А мне сделали маникюр только что. Такой красивый. Смотрите, какой синий. Такой цвет офигенный. Бездельница, да. Я в Дубае, блин! Сочувствую. Прикол. Конечно, я завидую, блин. Хочу на море, не могу. Завтра начинается пост, и я каждый год перед постом ухожу в отрыв, потому что нельзя пить, тусить и так далее. Привет! Как определяете выбран коллектор оригиналом? Такие вещи знаковые я всегда сама смотрю. Там сумки, ремес и так далее. А так всегда сверяем с официальным бутиком. Ну, плюс у нас очень много вещей, поэтому все этикетки и швы мы можем сверить с теми вещами, что есть у нас в наличии. Да, я пост соблюдаю. Я просто... У меня какие-то лютые выходные были. Я два дня не была дома. Короче, время круто провела. Синий маникюр... Да, синие выходные и синий маникюр. Об этом подробнее, Мэй. Можно я завтра тебе за обедом подробнее расскажу? Мне позориться не хочется. Рост метр-82. Да, это, я считаю, высоковатая девушка, которой, наверное, непозволительно каблуки носить. Первый день не кушаешь и пьешь. Восточная музыка. Это Шакира была только что. У нас сегодня почему-то вдруг Муставо вместо Лены Ебучей. Удивительно даже. Что-то я хотела сказать. А, хочу вам рассказать... Хочу рассказать про какую-то новинку, которая у нас появилась. Вот. У тебя латте? У меня капучино айс, который я пью горячим. Потому что он сладкий очень. Первый день. Да, я пить тоже в ограниченном количестве, да, не буду ничего. Ну, мне это не сложно. У нас не эспрессо, у нас Dolce Gusto. Так, что я хочу рассказать. Показать хочу. У нас появилось ламинирование ногтей. Уже я на себе попробовала, и Майя тоже вчера попробовала на себе. Такой вот бустер-гель с кератином. Удовольствие не дешевое, в отличие от всех наших других процедур, будет стоить это тысяча рублей. Так же это покрытие можно сделать под Виннилюкс, под лак, под гириллак, вот, под любой дизайн. Сейчас я занесла на свои ногти, уже хожу неделю, довольна. Посмотрим, что будет после снятия на следующей неделе. Вот, ну, сказали, что аналогов этой, вот этому, как сказать, продукту нету вообще никаких. Стоит он тоже очень дорого, баночка, всего лишь 10 мл, а стоит в 4 раза дороже, чем наш гириллак. Поэтому должно быть чудо-средство, производство Германии. Советую всем попробовать, кто хочет восстановить свои ногти. А также мы, кстати, сегодня, вот сейчас с Вероникой делали у нее маникюр, обсуждали, что... Говорят, что ногти портят гириллак, на самом деле ничего подобного, портим ногти мы сами. Потому что вот у меня, почему ногти портятся, дурацкая привычка. Если у меня что-то подковырнулось, я их начинаю все отдирать, как бы, этого ни в коем случае делать нельзя. Так, сейчас, ладно. Этого ни в коем случае делать нельзя, потому что вы делаете отслойки на своих ногтях. В общем, поэтому... Я вот сейчас сделала перерыв, потому что, ну, не могу я свои ногти не отдирать. Сейчас, секунду, выключитель визор сбивает, правда. Вот, поэтому для тех, кто отдирает ногти, попробуйте ламинирование делать. И, возможно, это будет прекрасной альтернативой. Спасибо. Больше не знаю, что вам еще рассказать. Так, я вышла на пять минуточек, у меня сейчас сядет телефон. Сейчас я забежала, на самом деле, вышла из... Приехала домой, переоделась в чистые вещи, потому что я все выходные протусовалась в машинных шмотках. Вот. Я вышла из дома сегодня в 7.30 вечером. Отпуск не знаю даже. Пока нет. Пока нет. Может быть, у меня всегда все спонтанно случается. Языки знаю немецкий, английский, испанский. Сейчас в процессе обучения французскому. Но самостоятельно решила пока поизучать. Потом, наверное, возьму занятие, когда уже буду свободно разговаривать, чтобы пообщаться с носителем. Такие... Такие дела. Ну что, тогда... Всем хорошего окончания воскресенья. На испанском... Нет, на испанский из всех языков знаю хуже всего, потому что я его изучала всего два года. И, конечно, не хватает практики. Даже тот же немецкий я в школе учила с пятого класса. И я, в принципе, мне... Чтобы вспомнить его и заговорить свободно, бегло, мне не то, что там несколько дней надо. Мне надо там полчаса пообщаться. На этом языке я все вспоминаю. Так. Как английский выучить? Как ты учила? У меня английский был с первого класса пять дней в неделю. И у нас были очень жесткие училки, которые нам ставили двойки и колы. Там, например, мы писали диктант. Есть одна ошибка – кол. Нет ошибок – пять. Других оценок у нас не было. Вот так и научили. И в первом классе нас задавали учить по пересказу наизусть. Вернее, вместо пересказов заставили учить наизусть. Формата А4 малышами еще. Очень строгие учителя были. Поэтому знаю английский очень-очень хорошо. И вообще, я считаю, даже вот касаемо образования, куда ребенка отдавать, я считаю, что нужно обязательно отдавать в школу с уклоном на языки. Потому что, ну, круче языков, и для меня ничего нету. А у нас в школе, например, альбоматор. Я не могу сказать, что это лучшая школа, да, но у нас три обязательных языка, которые даются там пять дней в неделю. Ничего лучше этого быть не может. Вот. Собственно, на эту тему поговорили, на все поговорили. Всем показалось, сочеталось все. Всем пока.